Ну да, пройдем вдоль фонтана и увидим этих актеров ветерей, надо полагать, здесь были драконы Сохраны драконов, вера в сохранность, в существование, полностью охватывает все наше средневековье и так далее И вот мы видим фонтаны, обильный фонтан Хороший напор Субтитры делал DimaTorzok И вода Это вывезли Вода это энергия Близистая вся вода Это стократно более сильная энергия Которая насыщает тело Мысль Повядок критизирует Все становится Более определенным, понятным, естественным И весом Повядок критизирует Повядок критизирует Повядок критизирует Нужна Повядка Скорная awful Повядка Человековой природы, синтез, а ведь, между прочим, меня ждут сегодня дела. Я бы тут стоялся сами, не ощущаясь энергией, не ощущаясь необыкновенной энергией движущейся воды. Миллионы людей это знают, насколько это сильное существо. Те, кто не погружились полностью в быт, материальный быт города, понимают, что нету ничего более сонного, чем энергия движения. Я сюда еще вернусь, но пока я ухожу и говорю спасибо. Вот как мы видим, там сразу начинает появляться сильное чувство, прекрасная задница, пардон, прекрасная спина и бедра. Интересно, что за богиня? Это Венус. Ну, еще бы, если бы я сказал, какая уродливая задница. Я бы ее так оскорбил, как не знаю кого. Лицо, конечно, так себе. Ну, тело, фигура, все, как говорится, в духе естественна. Можно это изнести, конечно, в стиле барокко, но тут больше римского, чем так называемого грекеского. Больше так называемого грекеского, чем, ну, как видим, по ее мускулатуре рук она может сильнее. на ударе, поразить самое сердце. Но фонтан это потрясающе. Сегодня. Сколько я тут был, так обильный он никогда еще не... Сейчас посетим эту и вернемся к Венусу. Она уже фонтана, видно, насытила меня, как и легий, что свиста вернусь к чему-то более интересному. Чем, не будем оскорблять очередную богиню, чем флора. Но флора это, это просто эстетическое наслаждение. Несмотря для кого и как. Флора нарвало цветочек, цветочков, потервать цветы, очень вредно и для духа, и для оно мы, что делаем и дарим женщинам цветы. Сами себя погружая в темную карму, и с наших женщин тоже, потому что они не вымогают, требуют этих цветов, но флоре все дозволительно. И поэтому она на вторых сторонах по сравнению с Венерой, с Венецией. Почему я выбрал эту дорогу? Потому что я должен попасть на улицу Нижинского сегодня. А Нижинского Нижинского вон в той стороне, вон она. Сейчас мы идем. Сегодня не обычной дорогой идем, потому что обычно мы шли от проклятой тетки истории до Юпитера, главного бога леса. Ну тут могила незнамого Жолмежа. Вот видите, видно. Ну да, скоро будет торжества соответствующие. Вот это география тут. География. Йовиш. Йовиш, то бишь Юпитер, то бишь Зевс. Ну Зевс был более респектабельный. Кстати, этимология слова, Жевс, довольно-таки интересно для разбора. И скорее всего именно Йовиш, а не Юпитер. Все это легко и интересно. Можно... Вот мы проходим около могилы Нижнаного Жолмежа. Тут постоянно стоит караул, как я уже не раз отмечал. Здесь погремлены остатки бойца польского погибшего валька с украинцами. Не помню, в 18-м, кажется, году. Впрочем, это не важно сам факт. И вот тут еще одна хвала, что эта хвала держит руки. Она держит... Ну понятно. Она держит трубку, которая призывает не щадить себя для, так сказать, хвалы, для победы. Ну и это завершаем. Вот у нее поэтому такой, слишком минорный. Слишком, ну, лживая тетка-история. Ну, как мы видим, вооружена она солидно. Вот имеет меч. А что на мече изобрать? Жена, ну, трудно. Виньетки. Вот такой вот мечик имеет тетка-история. Лапки у нее. На удивление человеческие. Поэтому, может, она так примитивно. Да ладно. Да ладно. Какая есть. Ну что ж, сделаем еще пару снимков. Пару снимков с этой стороны. Спасибо. Да ладно. Какая есть. Пару... Телемия. Такая, конечно. Пару на диск, жюри. Телемия. Телемия. Паруа. Телемия. Опять. Редактор субтитров. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok